Теперь познакомимся с инструментом работы с видео. Подробнее про видео мы будем говорить далее, а сейчас кратко про аналогичный ImageMagic инструмент. Очень мощный, надо сказать, инструмент. Итак, загрузите себе пакет ffmpeg. Для наших целей нам понадобится только исполняемый файл ffmpeg.exe, если вы работаете на Windows. Попробуем решить несколько типовых задач. Например, сконвертировать формат видео с перекодированием и без. Или сохранить фрагмент видео. Остальное желающие могут изучить по многочисленным источникам в сети. Итак, задача первая. Мы скачали видео из сети, но наш плеер его играть не умеет. Нужно сконвертировать. Загрузим файл с YouTube. Это делается, например, так. Выберем MP4 с максимальным разрешением. И сохраним его в папку с ffmpeg. Теперь наша задача записать его, например, в формат move. Запустился процесс конвертации. В это время видна скорость кодирования кадров в секунду фпс. И основные параметры кодирования. Ну, например, битрейт. И сразу появляются сомнения. Так ли уж хороши параметры, с которыми сейчас кодируется наш файл. Смотрим размер результирующего файла. И он значительно меньше. То есть мы пережали файл с большими потерями. Иногда это и нужно. Но давайте поставим себе две задачи. Первая. Получить точную копию исходного файла в другом контейнере. И вторая. Пережать файл, но с контролируемыми параметрами сжатия. А не как попало. Здесь нужно кое-что знать про то, как хранится видео. Там не все так просто, как хотелось бы. Есть форматы, кодеки, контейнеры. Все это разнообразие запутает кого угодно. Вот что значит сконвертировать файл mp4 в мув без перекодирования. И мув, и mp4 это контейнеры. Представьте себе, что вы несете некий груз, аудио и видео содержимое, и вас попросили переложить его в другую коробку. Но при этом отдельно попросили не помять содержимое. Вот этим мы и займемся. Выполним следующие действия. Скопируем содержимое контейнера mp4 в контейнер мув. Убедимся, что мы никак не помяли содержимое. Извлечем аудио и видеодорожки из обоих контейнеров и сравним их между собой. Эти дорожки называются элементарными потоками и имеют, соответственно, расширение mp4a и mp4v. Так вот, после нашего бережного перекладывания из контейнера в контейнер, мы сравним размеры содержащихся в этих контейнерах элементарных потоков. Если совпали, то мы все сделали правильно. Приступим. Чтобы получить точную копию, нам нужно объяснить программе, что и аудио и видеопотоки надо просто скопировать, а выходной файл записать в требуемом нам формате. Сравним размеры. Почти одинаковые. И операция прошла мгновенно. Самого процесса перекодирования не было. Убедимся в том, что содержание обоих файлов идентичное, путем извлечения из них аудио и видеопотоков. Ключ defis an означает, что аудио не будет обрабатываться, то есть audio no. Defis vn – это то же самое, но про видео. Сохраняем элементарные потоки в формат mp4v и mp4a для видео и звука соответственно. Результат. Файлы совершенно одинаковые. Значит, перекодирование при смене формата не проводилось. Качество осталось нетронутым. Ура! Для сравнения, вот элементарные потоки из файла, которые мы получили, когда сконвертировали с перекодированием в самом начале. Вообще, почему бы и не пережимать видео? А вспомните тему про деструктивное сжатие. Каждый раз при перекодировании изображения в видео применяется алгоритм JPEG. Вся эта длинная цепочка преобразований. Плюс еще сам видеокодек делает несколько совершенно магических операций, которые тоже не проходят бесследно. В итоге мы неизбежно теряем качество. Поэтому, если есть возможность не перекодировать видео, то его надо не перекодировать. А еще это довольно долгая операция. Без перекодирования запись происходит со скоростью копирования файла. Иначе придется долго ждать. Но бывают ситуации, когда конвертация все-таки нужна. Например, если видео получено с видеокамеры и предназначено не столько для просмотра, сколько для редактирования. Например, старые DV-камеры давали удобное для редактирования, но слишком тяжелое для просмотра видео. Преобразуем его. Разрешение оставим прежним 720 на 576 точек. А вот поток мы сожмем до 1 Мбита вместо исходных 25. Получаем файл примерно во столько же раз меньшего размера. Можно посмотреть подробности, вызвав ffmpeg, просто с ключом i и именем интересующего нас файла. Как видно, он постарался соблюсти указанное значение потоков. Теперь перейдем ко второй операции, которая тоже часто пригождается в жизни. Отрезать лишнее. Точнее, сохранить нужное. Представьте, вы сняли нужный вам фрагмент и забыли выключить камеру. Как отрезать лишнее? Возьмем из того же файла с видеокамеры 5 секунд, начиная с 3 и сохраним в исходном формате, как будто мы записали с кассеты только нужную часть видео. При этом потоки мы скопируем, то есть пережимать не будем. Пожалуйста, мы получили результат. Тоже качество, но только нужный нам фрагмент. Продолжение следует...